Валерий Курас 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 И потом, честно говоря, меня совсем мало интересует. Мотокросс? Ага. Нельзя ли потише, Кузьма Кузьмич? Да-да. Вы бы хоть мусор за собой не тащили, Кузьма Кузьмич? Вчера, между прочим, опять интересовались вашей милостью. Из милиции, что ли? Конечно. Вон на столе повестка. Выселит дурака из Москвы-то. Ничего не выселит. Разве милиция что-нибудь может? И будут целый год нянчиться, уговаривать. Была бы жена у человека. Никакой милиции не надо. Был он жена. И на меня он напал. Я бы его перевоспитала. Сразу. Опять кости перемываете? Господи, оставили бы человека в покое. Кузьмич не надо. Кузьмич не надо. Это точно. Это твоя мама угадала, хоть не будешь ее слушаться, тоже таким же вырастешь. Ну что теперь? Ну вот что. Три месяца назад вы были предупреждены. С вами беседовали? Вы обещали? С тех пор два раза привлекались. Один раз на 15, другой на 10 суток. Полоса такая. Жизнь-то идет полосами. Вот и я тоже в такую полосу попал. А почему вы не хотите работать? Не могу устроиться по специальности. Слушайте, вы же слесарь, верно? Когда я слесарем был? А руки уже не те. В последнее время был складским деятелем, агентом по снабжению. Вот это моя специальность. Уволен за растрату. Интриги. Эх, и Орданов, и Орданов. Был рабочим человеком, воевал, награды имеешь. Вот докатился. Махинациями стал заниматься, пьянствуешь. На базаре цветочками торгуешь. Ну что это, подходящее занятие для такого человека? Так вот если бы работа была по специальности. Ну иди слесарем. Хоть сейчас вот позвоню на завод, и завтра же на работу. Не-не-не, слесарем не пойду. Если бы агентом, пожалуйста. А почему? Ничего не получится. Все же забыл, разучился. Подучись. Шотите, товарищ начальник. А черт тебя подери. Ведь ты же рабочий человек. Ну и что? Давайте агентом по снабжению пойду. А так не желаю. Ну давай, все. Вот у меня письмо в городское управление. Мы просим, чтобы вас лишили московской прописки и выселили из города. На луну природы. Все может идти. Спасибо за беседу, товарищ майор. Счастливо оставаться. Всего хорошего. Следующего давайте. Товарищ майор, гражданин Сухарев. Вот дело. Товарищ майор, гражданин Сухарев. Вот дело. Машенька, портвейн и конфеты. Пожалуйста. 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 Ну и что? Ну что? Ты что будешь? Патя. Как хочешь. А что говорят? Что говорят? Ха. Говорят, выселим из Москвы. Поверьте. Поверьте. Вот как считаете? Могут? Или пугают? Могут. Брось, Володь. Пугают. Вот не везет и все. Прямо полоса такая. Ну а кому сейчас везет? Я вам на Стефанец веки покорил. Уж на что стоящий писатель был. Выпустили второе издание и все. У меня 14 комплектов не продано. Володь, а Мопассан как подвел. Я теперь и в Конондойле не верю. Как во сне живешь? Дей Богу. Могут. Могут. Можно поздравить с покупочкой? Да, давно я его присматривал. В доставке помощь не требуется. Товарищ, товарищ, не берите случайных людей. Наш магазин вам доставят и установят. А может скажете, что я ваш родственник или знакомый? Да нет, не стоит. Ну давай, давай. Поехали. Эдемый, подъемый. Да. Идемый. Идемый. Один из них. Да. Поехали. Идемый, еще раз. Поехали. Поехали. Такси! Такси! Милы, где здесь такси останавливается? Возьмите. Такси. Могин диатоня такси. Я думала нахуй такси. Ну, извините. Я не знаю. Ну, спасибо. Спасибо. Поздравить можно с покупочкой? Можно. Доставим? Ой, хорошо. Отлично. Такси, такси, мне далеко. Мигом сделаем. Значит, договорились с выставкой кандидатуры? Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Давайте. Давайте. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, батюшки. Ничего, ничего. Полный порядочек. Полезные вещи. Тяжелые только. Чего? Доставим. Ну вот мы и дома. А я была. Еще на этаж разогнался. Да нет. Ну сколько я вам должна? По словности и справедливости. С лифтом одна цена. А без лифта? Я сейчас. Все будет в порядке. Нормально. Через полчаса я буду делать все полчаса. Пожалуйста, пожалуйста. Это специальная снижение. Пойдемте. 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 Оля, дядя. Оля. Вот дядя лежит. Он один, ему с ухом. К нему не пришел сегодня никто. Что-то пойди в конфеты отнеси, в гостиницу. Больше, больше. Дядя. А это вам. Мне? Да. Спасибо, умница. Да я их не очень. Я их с чаем выпью. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, жив. Жив. Как машина-то? Спасибо тебе. Была машина. Дядь меня поедом ест. Да и дочка-то пилит каждый день. Почему я их не позвала? А я ведь им хотела сюрприз сделать. Вот и сделала. Пойди, говорит, навести слово помощника. А то за машиной-то и человека забыли. Настасья Борисовна, машина за мной. Выхожу из больницы, устраиваюсь по специальности. Машину вам доставляю. Забыл, какой номер квартиры-то вашей. Ну да, ну да. Жди от тебя. Кости-то целы? Целы? Ну, слава богу. Одинокая небось. Как сторож на посту? Ну, вот я так и посчитала. Неухоженный ты какой-то. Я сразу видела, что без семьи. Ну, чего так? Да так, не повезло. И детей нет? Не заимел. Худо. Да. То есть чего хорошего? Да, война многим семьи побрубила. Вот у нас в деревне девушка-бедняжка так переживает без родителей. Кинули, что ли? Ну, зачем? Это возле нашей деревни немцы эшелон разбили. А эшелон-то был с эвакуированными. Ну, вот девочка и потерялась. То ли побили родители, то ли как. Ну, только девочки-то все в угодик. Вот мы ее колхозом и вырастили. Я ведь со стариком-то в колхозе жила. Это вот, когда уж я вдовела, меня зять с дочкой сюда выписали. Ну, чтобы вместе-то вроде веселее. Да уж, конечно. Ну, да, то бы я так и жила бы там. Деревня у нас хорошая. Да я и привыкла. И колхоз у нас хороший. Очень хороший колхоз. Что это я про колхоз-то вспомнила? Говорили в одиночестве плохо. А, да, да. Так вот эта девушка искала. Хотя бы родственники. Хоть бы какие дальние. А сейчас легко находятся-то. Запрос, ответ, все в порядке. Ну, да, да. Это если бы ее искали. Ну, сказали бы в августе 41-го года. На станции Селиванова потерялась девочка. Ну, конечно, ее бы мигом нашли. А она по каким признакам искать будет? Ведь она только и знала папа да мама. Ни имени, ни фамилии. Нет. По видимости, уж в живых-то никого нет. Как, говорите, станция называлась? Селиванова. Селиванова. Что-то знакомое название. Вроде бы наш полк стоял там в войну. У нас много полков стояло. Помню, помню. А вы что ж, совсем сюда перебрались? Или обратно уедете? Да, совсем. Я избу-то продала. Видишь, я теперь москвичка. Ага. Селиванова. Ага. 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 Музыка. Ага. Музыка. 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 А, есть. Держи. Нет. Запиши там где-нибудь у себя слово Селиванова. Как? Селиванова. Не понимаешь ты, Володя? Да. Вот в больнице рядом со мной шофер лежал. К нему девочка приходила. Папа, папа. А у меня аж горло перехватывает. Лирик. Почему лирик? Потому что на аферу надо идти, когда есть выгода. Почему афера? Что это за слова афера? Афера есть. Папаша какой-то тоже выискался. Ну, разве в этом дело? Ну, посуди сам. Она одинок. Я тоже. Ей хочется родного человека при себе иметь. И мне тоже. Ну, почему не рискнуть? Ну, что ж рискни, рискни. Заявление-то подал? Подал. Вадим и назад. Пока не пложну. КОНЕЦ 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 Как поздно темнеть стало! КОНЕЦ 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 Нюр, влезай! Неч, лучше вечером купаться, даже вылезать не хочется! КОНЕЦ Ты чего? Да ничего. Я однажды сон видела, что к родителям еду. Вроде бы они объявились, вызвали меня. И вот я в поезде еду, а на мне платок такой, вот как вода сейчас. И только я встану, он светится. И вот я схожу с поезда, и много-много людей стоят. И стоят, а я думаю, какие же мои родители. И все молчат, и я молчу. Только все смотрят и плачут. Ой, это сон не к добру. Так я же давно его видела-то. Что с того? Может, еще сбудется. Ну, поплыли? Оленька-то еще не переправился. Так это ты что, его ждешь? Ты что, к Зоке в прислужнице нанялась? А пусть она его и встречает, раз он за ней бегает. Ненормальный. А я смотрю, все сроки прошли, она что-то ждет. Оказывается, она для Зоники старается. Кавалера ей доставляет. Вот дурная. Ты расскажи, не поверит. Стали звезды тусклыми, Стали ночи светлыми, Уй, ты, тропы узкие, Зореньки рассветные. На село, как валийся, Так у нас уж валийся. Глянь, глянь, не ищи. Лень, не ищи и найдешь. Чего не дождались? А что, плохо вечером прохладиться, что ли? Плавать ты умеешь? Чего так поздно? А чего я поезд? По расписанию должна ходить. Все смеешься. Смотри, заплачешь. А ну, хватит там про любовь. Давайте танцы. Разрешу вас разъединить. А у тебя красивые глаза. Ты это знаешь? Ничего. Нет, правда, вообще-то не то, что другие. Ты что, меня на заместительницу выбрал? Угу. Тайным голосованием. Наташа, погоди. Я очень тебя прошу, не уходи. Усталая, прям ног не чувствую. А ты какой размер носишь? Большой. Вот. Видите? Это чебяки растоптались, как лаптистали. 38-й подойдет? А ты что, девушку под ботинки подбираешь? Не пойду. Спасибо тебе за компанию. Дай бог, чтобы у тебя с Зоенькой все уладилось. Очень уходить не хочется. Посмотрим, что ты завтра скажешь. Ну, так какой же размер? Да у тебя. 38-й? Ой, мамочка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю, какой суп будет, но что-то будет. Что ты говоришь? Говорю, не знаю, какой суп получится. А ты чего пришла? Трос ослаб, паром еле тащится. Натягивать будем. Время-то какое. То людей, то стену вазе, прям рук не хватает. Еле управляемся. Это же тоже мне намек, что я вот сижу здесь и ничего не делаю. Да ты что? Да делай, что тебе хочется, лишь бы тебе у меня нравится. Вить, глянь, что делается. Да, здесь на час, не меньше. Смотри. Сейчас проскочим. Кузьмич, зайди, дорогой. Не-не-не-не. Ну, будь другом. Кузьмич, давай. Слушай, Кузьмич. Во. Опаздывай. Ради общего дела, а. Давай. Не мешайте там друг другу. По порядку, быстро. Наташ. Что? Потише. Волоко надо переправить. Чего? Подожди, чё тебе? Вот пока переправляетесь, так ты почитай вслух, чтоб народ не скучал. Ага, паром-то тянуть будет. А мужиков сколько? Что-то не справимся, что ли? А ну, в сторону, ребятка, примите! А ну, давай-ка, огучай! Принимай! Принимай в сторону! У нас срочный груз! Убирай свою птицеферму! Убирай своих своих детей! Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Это ещё что такое? Погоди, дочка. Это знаешь, люди опаздывают. Понимаешь? Проезжайте! Проезжайте же быстрее! Ну, проезжайте! Наташа. Уходи быстрее. Уходи домой. Дочка. Уходи же, ну все смотрят же, мне стыдно же. Уходи быстрее. А вы! Вы теперь будете в гост. А я всё равно вас не повезу! Газету-то возьмёшь? Ну что, проскочили? Ну ладно, чёрт с ней! Поехали в объезд, успеем! Разъярённая дикая толпа обрушилась на 15 участников рейса негров и белых. Орудуя кусками металлических труб, железными прутями, дубинками и просто кулаками, расисты избивали беззащитных молодых людей. Те, кто пытался бежать, настигали, валили на землю, били, топтали. Белого участника рейса Джеймса Зверга свалили и били лицом о горячей асфаль с дороги. Улица, Улица, Улица. Клипач! Бол trips Скупаемся, Данюша? Угу. Как за вечер? КОНЕЦ 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 Лень, ты вино любишь? Нет, я пиво люблю. Пиво-то еще ничего. Пиво даже полезно. Особенно, говоря, с молоком. Попробуем. А почему ты меня про вино спросил? Отец опять пьет? Все-таки трудно тебе с ней. Лень, я тебя хочу спросить. Ты жил когда-нибудь один? Совсем один, без матери отца? Нет, а что? Тогда молчи. Музыка. Ведь вы поймите, люди просят, райком просят. Да и мы сами заинтересованы в строительстве моста. Значит, надо подкинуть человек пятнадцать. У меня лишних людей нету. Все. И так каждый человек научиваете. Да вы что? Ну, а строить когда? Зимой, что ли? Вам хорошо рассуждать в сельсовете. Селе распределили. А я и так каждый год выкручиваюсь, чтобы выйти из положения. К тому же цыплятник затеялись строить. А потом вы не управляете, что на пароме техника и люди проставят у вас черт знает сколько времени. А построим мост, и сразу 25% и людей, и машины тягут, прибавляется. Да, 25%. А вот давай на счетах прикинем. Наглядная картина будет. Ну, давай. Ведь, как правило, в среднем машина 20-40 минут простая. Нет, я так, что жалко бедняжку. Ждала, ждала. А ей-то что? Он пьет, а она не возражает. У нее же соображение, во. Ах, ревнивая ты, Зойка. Вот уж нет. Я правда говорю. Ты-то ее не знаешь, а она вся в отца копия. Он стопроцентно бездельник. Антонина! Ну, куда счет? А тебе что, делать нечего, что ли? А как насчет кучности? А что вы это такое? Как стреляет-то? А я почем знаю, что я из него стреляю, что ли? Патроны есть? Вот здесь сумки. Только вечером принеси. Ладно. Что ж ты, брат, при оружии, а коров испугался? Они у нас смирные. Да я наоборот. Я думал, что коровы пугливые. А мне-то чего бояться? Человеку страшны люди, а не коровы. Здорово, Наташа. Здравствуйте. Ты куда собрался-то? На охоту. А ружье где взял? У сторожих одолжил. Это почему же люди-то страшны? Уж потому. Ну, все-таки. Вообще известно. У вас недопонимание по молодости лет. А я уж от людей не терпелся. Будь здоров. Ну, а вы? Сами-то вы много вкладов сделали, чтобы на проценты рассчитывать? А чего я один могу-то? Ведь все кругом на притворстве. Вот, скажем, говорят про человека-труженик. А он тружеником притворяется. А в душе лодырь. Да мы все из себя чего-то воображаем, чего на самом деле нет. Она тоже? Вот она нет. Она исключение. Из большого числа людей. Чего ж ты ее мучаешь-то, уважаемый папаша? Я? Чего ты ее плакать заставляешь? Когда? Когда? Видел я, как она от тебя слезами умывалась. Имей в виду, слушай. В обиду мы ее не дадим. Понял? Папаша выискался. К чему эти намеки? Потому что совесть надо иметь. А вы что, чужой совесть и учетчик? Но глядь вы! Ты придумай чего поновей! Молокосос! Да что вы думаете? Ничего он меня не обижает. Что вы к нему придираетесь? Ты погоди, погоди, Наташа. Не встревай, дочка. Не встревай. Ты посмотри, что ты с ней делаешь, родитель. Неужели она тебе недорога? Хотя, конечно, ты же не растил ее. Приехал и сел на шею. Неправда! Папа, я тебя очень люблю. Неверяю никому, не слышу никому. Я тебя понимаю. Тебя в новинку мужского разговора. А я не такое выслушивал и ничего. Эй, на пароме! Что, воркунка, что ли? Эй! КОНЕЦ Это, извини, Наташ, я погорячился. КОНЕЦ 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 Эй, Кузьмич, здорово! Это охота! Сколько настрелят? КОНЕЦ АПЛАКТОР КОНЕЦ 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 На МП�У КОНЕЦ Про КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. Десять идет. Фрикцион? Фрикцион? А что? По какому заработаешь? По пятому. Здорово, Кузьмич. Вы чего пришли? Давай зашел посмотреть. Тебя давно не видал. Да, я думаю, зайду. Выясню, что за причина, почему не появляешься. Работы много, вот и причина. Сами спешим, и начальство торопит. А? Я был обеспокоился. Чего? Что чего? Наташа у тебя не чужая? Сам понимаешь, надо полагать. Хорошие мастерские. Ничего. Эх! Рихнуть стариной. Побаловаться напильничком. Слушай, Лёня. Есть предложение. Нет ли у вас свободного росточка? А? Найдется. Пошли. Володь. Тесы свободные есть? Да вон, пожалуйста. А зачем? Да вот, Кузьмич стариной тряхнуть хочет. Дай ему какую-нибудь детальку. А что я ему дам? Ну, что-нибудь полегче. Да вон, выжимной хомут. Пусть портит. Ого. Обработаешь ушки. Двадцать на пятнадцать. Двадцать толщина? Угу. Давай покажу. Я сам. Штанген возьми. Ну, давай работай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пошли посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаешь, за такие шутки в наше время Пол бы схлопатывали Точная работа? Помнят руки-то? Помнят, родимые? А пузырей-то насажал? Что пузыри? Пузыри дело проживное Были и нет Они помнят? Помнят, милые, помнят, родимые Спасибо, ребят Ну, спасибо Спасибо Выручили Помнят работу, руки-то Ну, будь здоров Спасибо, Лень До свидания Ну, ты можешь объяснить? Ну, почему? Почему ты уезжаешь? Наташа Ты тоже должна меня понять Что понять? Я ведь рабочий человек Ну, что, для слесаря нет работы в колхозе? Поеду я Мне надо ехать Ну, что, я тебя обидела чем-нибудь Что ты? Что ты? Ну, а в чем же дело? В чем, в чем Не могу я больше быть мерзавцем Не могу Раньше мог А сейчас уже не могу Чего не можешь? Низу свою не могу переживать Знаешь, Наташа Я ведь не отец твоего Ну, ну, говори Кто же ты? Про хвост Вот кто Жулик Услышал как-то, что живет Мол, Наташа, одинокая Дай, думаю, пристроюсь Ну, не учел, паразит Что в таком положении Совесть может пробудиться Ну, и силен ты врать Я всегда чувствовала Когда ты меня сочинял Просто делала вещь, что не замечаю Я просто не понимаю Ну, для чего тебе нужно Меня обманывать? Ну, зачем тебе это надо? Наташа Я же тебе правду сказал Ну, неужели ты думаешь Что я тебе поверю Что ты не мой отец Когда и как сейчас помню С тех пор еще помню С каких? С каких? Я же тебе уже говорила Тогда еще деревья были большими Да я же тогда Совсем не такой был Значит, все-таки был? Был? Быть-то я, конечно, был Ну, и что ты достиг С вами враньем? Взял мне только больно И все Ну, что ты молчишь? Соврал я Точно соврал Зачем? Да сам не знаю Да я думаю, совру Собрело в голову Взял и соврал А зачем никому неизвестно Ну, разве можно Такие вещи выдумывать, а? Не буду больше Плянусь тебе И не уедешь? Нет Леня! Ну, Леня! Ой Прям с ног сбилась Где тебя носят? Ну, что ты дуешься? Подумаешь, подождал немного Беда какая А я только и делаю, что жду Когда это было, что ты меня ждал? Я не в этом смысле А в каком? Вообще Сколько раз я тебе говорил Выходи за меня замуж И всякий раз одно и то же Подожди Я как дурак чего-то А жду, жду Да вы что с отцом сговорились? Прям не можете видеть человека счастливым Вот обязательно надо помешать, да? Ой Что мне с вами делать? Выходи за меня замуж Я люблю тебя, Наташа Ну, какую клятву мне придумать, чтобы ты мне поверила? Ладно Вот пошли сейчас с телесовета распишемся Ночью-то? Да, ночью Я сейчас скажу Это больше Может быть Ну, что это Кто там? Вы чего это? Здесь Гриш. Ты бюрократ? Я бюрократ. Вот те, кто вот эти бумаги выдумывает, вот это бюрократы, а я мученик. Тогда зарегистрируй нас. Мы решили расписаться. Прямо сейчас. Можешь? Да вы что, брат, смеетесь или как? А чего смешного, Григорий Мартынович? Вот мы решили пожениться. Вот я к тому и спрашиваю, бюрократ ты или нет? Понимаю, понимаю. Я, конечно, могу. Но почему именно сейчас? Может, лучше днем, как полагается, в торжественной обстановке? Нет, Григорий Мартынович, сейчас. И потом все очень торжественно. Ох, ребята, ребята, сложный вы народ. Ну, Леня, подай-ка мне книгу там в шкафу. Леня, подай-ка мне книгу. Ну, вот, да, ладно. Да нет, нет. Это для вас вчера она. Ха-ха-ха-ха. Поехали. 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 Сiego гонора. Кузьма, Кузьмич! Чего? Кто там? Повестка вам. Какая же повестка? В милицию, в район. Как в милицию? Обыкновенно, у вас здесь написано... Срочно при неявке без оложительной причины будете подвергнуты к приводу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...